За безопасность детей администрация ответственности не несет. 24 августа активисты Народного фронта вместе с сотрудниками Дорожной инспекции провели рейд по осмотру пешеходных переходов вблизи общеобразовательных учреждений города Иваново. Объектами проверки стали школы номер 29, 35, 17, 18, 8 и 9. По результатам были выявлены серьезные нарушения, отчет о которых активисты направили в мэрию. Спустя три недели на имя сопредседателя регионального отделения Общероссийского народного фронта пришло письмо, в котором первый заметитель главы администрации Андрей Мельников сообщил об исправлении недочетов. В четверг, 8 октября, Народный фронт снова выехал в рейд по пешеходным переходам. Теперь, чтобы проверить по факту, устранены ли нарушения. Выяснилось, рекомендации активистов проигнорировали. И то, что написано на бумаге, вовсе не совпадает с реальным положением дел. На пешеходном переходе около 29-й школы дублирующая разметка так и не появилась. А фоновый цвет знаков, который по ГОСТу должен быть желтым, остался белоснежным. Рекомендовали отпилить деревья, которые закрывают знаки, и водители их просто не видят, и поэтому университет тоже не выполнено. Вот сейчас мы видели, вот дерево, две ветки спилено, но сейчас нет листвы, и поэтому знак видят. Но придет весна, листочки распустятся, знак опять закроется, и опять это будет предпосылка. Ведь ЧП, сгибель людей, оно не возникает сразу, оно складывается из множества факторов. Пешеходный переход около 35-й школы. Здесь не было выполнено ни одной рекомендации по его реконструкции. Лежачие полицейские не оборудованы. Знаки снижения скорости 40-20 нет. Даже формализм в том, что установили вот этого понежного полицейского ГИБДД в ДЛИ от школы. Почему бы перед школой не поставить? Водители бы хотя бы автоматически снижали скорость, даже в этом формализме. Достойно на фоне других выглядит пешеходный переход около 17-й и 18-й школ. Здесь оборудована и дублирующая разметка, и искусственная неровность, и даже новый мигающий светофор поставили. Здесь этому пешеходному переходу, как он оборудован, можно четко ставить четверку твердую, потому что все требования, которые в новых гостах указаны, здесь выполнены. Но есть, конечно, отдельные вопросы. Пропали знаки, которые в августе месяце были здесь, и мы их видели. Возможно, знаки пали жертвой недавнего ураганного ветра или оказались добычей вандалов. Но это вопрос второстепенный. Активистов Народного фронта куда больше волнует почему. Чиновники и руководство школ так халадно относятся к безопасности подрастающего поколения. А на просьбы обратить внимание на проблемные участки открещиваются отписками. Полина Понасицкая, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.